Сейчас должен будет своим выступлением Василий Баранов выступить, мы сейчас его поприветствуем. После того, как он заканчивает, наверное, там на вопрос сессию очень мало времени останется, потому что в 5 часов выступление в большом зале будет, можно будет туда перейти. А сейчас тогда поприветствуем Василия Баранова из группы компании «Снег» с его докладом. Всем привет. Обсуждать будем сегодня золотых клиентов или, если по-русски, о том, каким образом ввести в одной из CRM Bittrex одну компанию, у которой много разных юрлиц. Коротко о том, кто я такой и кто мы такие. Я представляю группу компаний «Снег». У нас 7 компаний в группе. Мы для наших клиентов являемся одним окном для диджитал задачи. Большое количество этих самых задач решаем. Становится хорошей традицией, доброй раз в полгода выступать на Bittrex с разными техническими кейсами. Это был кейс в конце 2017 года, тоже про CRM, про то, как мы пускали внешний отдел продаж в CRM-ку нашего клиента. Ну а сегодня будем разговаривать по поводу золотых клиентов. К сожалению, показать картинки не получится, потому что у нас очень жесткий NDA с этим заказчиком. А интерфейс и фирменные цвета, к сожалению или к счастью, я уж не знаю, сразу выдадут название этого клиента, поэтому вам придется поверить не на слово, хотя всю логику я, естественно, расскажу. Окей, поехали. У кого вообще есть Bittrex 24, внедренный? Кто знает, что это такое? Не так уж много. Особенно вот это хорошо. То есть вроде есть, но непонятно, как работает. Ну тогда, наверное, будет всем интересно. Давайте обсудим, какие сущности вообще в CRM Bittrex 24 существуют. Их не так уж много. Собственно, в первую очередь это лиды. Лиды это некие входящие обращения, которые менеджеры обрабатывают. Это компании. Компании это юридические лица. Это контакты. Контакты это физические лица. Это люди, с которыми наши сотрудники общаются со стороны наших заказчиков. Ну и, соответственно, сделки и счета. В рамках данного кейса лиды нас совершенно интересовать не будут. А вот по поводу всех остальных сущностей мы поговорим чуть более подробно. Собственно, контакт. Я уже сказал, что это физическое лицо. Человек, с которым мы каким-то образом общаемся. И опять же, если кто-то знает, есть большое количество возможностей в Bittrex 24 для того, чтобы структурировать это общение. Там открытые линии, почта подтягивается и так далее. Есть компании. Компания это юридические лица. Они нам интересны, потому что они обладают определенным набором реквизитов. И у них может быть некоторое количество контактов, любое, собственно, привязанное к ним. Сделка. Сделка это сущность, в рамках которых мы ведем эту самую сделку в физической жизни. К ней привязаны и контакты, и компании, или и контакты компании в любой вариации. Ну и, соответственно, все общение также к ней привязано. Ну и счет. Счет это сущность, в рамках которой мы отслеживаем платежи и получение финансов в рамках этой сделки. Также нам важно знать о счетах, потому что они уходят в аналитику, про которую мы тоже сегодня будем вкратце говорить. Собственно, как только вы начинаете работать в B24, появляется определенное количество вопросов, особенно если вы более-менее крупная компания. Очень важное уточнение. Вот здесь, когда мы говорим про все эти сущности, нужно знать, что у этой сущности есть всегда оунер на стороне B24. Это ответственный сотрудник. И по умолчанию в B24 этот ответственный сотрудник один. И нет штатного функционала, который позволяет сделать ответственным сотрудникам, например, за компанию двоих менеджеров или троих менеджеров. А зачастую складывается ситуация, когда так действительно нужно. Ну, по какой-то причине. И, соответственно, как только мы начинаем ввести более-менее крупных клиентов, у нас возникает некоторое количество проблем. Проблема первая, я только что ее озвучил. Что делать в том случае, если клиента нужно ввести двум менеджерам сразу? Опять же, если мы сейчас будем разговаривать более подробно про сущности контакта компании, или если кто-то пользовался, то вы знаете, что, например, по электронной почте можно привязывать переписку, чтобы сразу она подтягивалась в CRM. Собственно, переписка привязывается по тому адресу электронной почты, который указан у сотрудника, у одного. Повторюсь еще раз, если переписку с заказчиком ведет два человека, одна переписка привязываться будет, а вторая нет. Это проблема. Вторая проблема заключается в том, что у клиента может быть несколько разных сделок, которые могут ввести разные сотрудники. А клиент таки все еще имеет одного оунера на нашей стороне, одного ответственного менеджера. Ну, еще у него реквизиты могут очень часто меняться. Тоже мы сегодня об этом будем говорить. Ну, и третья проблема заключается в том, что если фактически клиент у нас вообще один, ну, например, чтобы далеко не ходить, там на демо-зоне есть СДЭК. Все же знают СДЭК? Кто слышал вообще? Все знают, ура, в каждом городе есть офис. И фактически клиент один СДЭК по всей стране, а юридически у него огромное количество разных юрлиц. В Петербурге одно, в Москве другое, в Уфе третье, в Казани четвертое и так далее. И с ними надо как-то работать. При этом их ведут, естественно, разные менеджеры на нашей стороне, контактируют с разными контактными лицами на их стороне. Но нам в нашей аналитике хорошо бы вообще понимать, что это один и тот же СДЭК, вне зависимости от того, где кто находится. Теперь ближе к кейсу. Собственно, наш заказчик — это крупная компания, которая обладает десятками офисов. По-моему, 47 или 48 у них офисов по всей стране. Сотни сотрудников, если память не изменяет, 770 с чем-то там. Ну и, соответственно, тысячи крупных клиентов. Чтобы понимать вообще уровень проблемы, в день несколько сотен новых сделок заводится по всем регионам одновременно. Соответственно, каким-то образом надо считать в аниманалитику, понимать, кто с кем работает и как с этим вообще жить. При этом у клиентов нашего заказчика, если можно так выразиться, есть условные характеристики, которые можно объединить чем-то общим. Ну и, соответственно, есть что-то разное между ними. И вот разные у этих клиентов юридические лица. Пример с Асдеком всем понятен. Вот, собственно, это тот самый пример, который отражает эту сущность. Контактные лица в разных городах разные. Менеджеры с нашей стороны тоже разные. Что-то с этим надо делать. Финансовая и бухгалтерская учетность, естественно, разная. В Казани с одним ООО мы работаем, в Уфе с другим ООО мы работаем. Ну и считай договоры тоже в рамках каждой сделки тоже разные. А общие у него всего два параметра. Собственно, это по факту один и тот же клиент. Нам очень нужно знать, что мы с ним работаем. Ну и управленческая отчетность на нашей стороне. Если кто-то видел отчетность в рамках сделок B24 внутри, то там вы знаете, что можно строить воронки продаж, можно строить аналитику по ним. И в том случае, если вы не можете по какой-то причине вести аналитику по одному клиенту, то в общем совершенно непонятно, сколько денег он вам принес и каким образом ваш менеджер с ним взаимодействует. Собственно, что мы сделали? К сожалению, нам пришлось отойти от стандартной конфигурации B24. Мы написали свою новую сущность, которую как раз и назвали генеральный или золотой клиент. Она чем-то очень похожа на компании, которые были в стандартном виде. Но поскольку мы ее задублировали и на самом деле сейчас в рамках данного кейса это основная сущность, с которой работают менеджеры нашего заказчика, соответственно, мы сделали эту сущность и вынесли ее отдельно в меню. После этого мы стали дорабатывать модуль таким образом, чтобы все компании, которые в рамках сущности компании уже существуют, имели связи с этим генеральным клиентом. При этом нам нужно было точно так же привязать и контакты туда же, к этому самому генеральному клиенту в рамках тех компаний, которые привязываются. Для аналитики нужно привязать все счета. Желательно показывать их в одном месте для того, чтобы, например, персональный менеджер бренда, если можно так выразиться, мог понимать, что в 10 городах с его компанией работают 10 разных менеджеров и по ним вот такие вот идут финансовые проводки. Ну и, соответственно, поскольку требования к списку таких генеральных клиентов слегка отличаются от требований к списку обычных компаний, сделана кастомная фильтрация, сделаны сортировки, которые отличаются от штатных. По сути мы просто переписали модуль CRM и дописали отдельную свою сущность. Что, к сожалению, привело к тому, что больше Bitrix24 обновлять для клиента нельзя, но, однако, это отвечает бизнес-требованиям. Собственно, еще одну задачу, которую мы решали в рамках этого кейса, кроме очевидного того, что я уже рассказал, это ошибки. Если вы заносите в день несколько сотен сделок, заносите несколько сотен реквизитов компаний, при этом у вас большое количество сотрудников, вы абсолютно точно сталкиваетесь с тем, что ваши менеджеры ошибаются. Они ошибаются в реквизитах, они пишут неправильные имена людей, они ошибаются в телефонах, они не отслеживают изменения реквизитов, внутри этих самых компаний, с которыми они работают. И это становится большой проблемой. Если применить банальную математику, допустим, 200 сделок в день, 5 рабочих дней, 1000 сделок в неделю, 4000 в месяц. Разобрать потом этот вал в 50 тысяч сделок в год просто нереально вообще. То есть это адский труд, и он постоянно комом накапливается. Опять же, когда у вас такое количество компаний, с которыми вы взаимодействуете, у вас абсолютно точно у определенного процента этих компаний меняется что-то постоянно. Меняется генеральный, меняются, я не знаю, коды АКВЭД, меняются расчетные счета. В общем, всю эту ерунду вам нужно отслеживать каким-то образом. До того, как мы стали все это дело автоматизировать, у них была специальная обученная девочка в количестве трех человек, которая пыталась все это отслеживать вручную, и у нее не очень хорошо это получалось. Вторая часть проблемы заключается в том, что, несмотря на то, что у Битрикса вроде как есть контроль дублей, он не очень корректно, на наш взгляд, по крайней мере, работает. И если в начале, допустим, 2017 года я завел компанию, не знаю, компанию Снег с определенными реквизитами, и она спокойненько там живет. Менеджер уволился, который ее заводил, там компанию попередавали его коллегам, и потом на эту же компанию, и тогда еще в начале 2017 года на нее определенным образом завели договор, реквизиты, заполнили, все хорошо, все автоматически сгенерировалось, у нас есть PDF-ка, и мы можем перегенерить договор, если нам нужно. Там акты генерятся, счет, все красиво. Через год у нас поменялись реквизиты, приходит новый менеджер, что он делает? Правильно, он перезаписывает реквизиты, потому что делать ему больше нечего, и у него есть новый договор, новые акты, все заново генерится. При этом проблема заключается в том, что все старое, естественно, слетело. Теперь у нас в старом договоре, который на бумаге с одними реквизитами, при генерации этого договора заново есть система, новые реквизиты, и вообще непонятно, это старый клиент, новый клиент, что это за компания, может это другие вообще ребята появились. И это тоже проблема. Собственно, что было сделано по этому поводу? Есть такие сервисы по насыщению и валидации данных. Возможно, вы про них слышали. Мы использовали в данном кейсе сервис, который называется DoData. Кто слышал про такой? Понятно. Ну, таких сервисов несколько, не имеет принципиального значения, какой вы будете использовать. И для того, чтобы задачу максимально упростить, мы дали менеджеру возможность заносить всего одно поле. Это поле ENM. Опять же, мы можем в автоматическом режиме собирать все остальные данные из сервиса по реквизитам и каким-то образом их перезатирать. Мы сделали логи изменений. Соответственно, у нас есть версии реквизитов. В зависимости от того, сколько раз изменились реквизиты, вся история изменений у нас сохранится. И каждая новая сущность, которая будет привязана к этой самой компании, например, новый договор, он будет знать, что нужно взять крайнюю версию реквизитов. Старый договор будет привязан к той версии реквизитов, которая была на момент создания. Ну и так далее. А вводом одного поля мы, в общем-то, избавили человека от необходимости вводить большое количество данных и в них, как следствие, ошибаться. И опять же, есть некоторый набор проблем, которые я озвучивал. Я улюбился пропустить эти слайды. Осталось три сценария сейчас. Первый сценарий. Клиента нет, мы просто его создаем. Создали, все хорошо, логи не требуются. Второй сценарий. Клиент появился, реквизиты не изменились, просто их используем. Еще раз удостоверились, что все верно. Ну и, соответственно, третий сценарий. В том случае, если реквизиты поменялись, мы их записываем как бэкап или как логи. Ура. Вопросы. Скажите, вы все это реализовали на коробочной версии или в облачном? Коробка или облака? Конечно, коробка. На облаке нельзя такое реализовать. Мы просто переписали модуль. Там от CRM-ки штатный, почти ничего не осталось. На самом деле в рамки кейс это не входит, но и счета мы тоже оттуда выкинули, вместо счетов сделали свои отдельные платежи. По ряду причин клиенту счета не подходили, нужно было их менять. Вопрос к тому же вопросу. А что вы делать будете, когда будете обновлять коробку? Мы не будем ее обновлять. Не будете, зафиксировали. Вопросы еще есть? Ну или будем обновлять тестовый сервер без модуля CRM, перенакатывать изменения и делать новые связки, если какие-то еще другие сущности поменялись. Вот интересно было насчет Dodata, интеграции с сервисом, который поддерживает клиенту в базе данных и насыщает ее данными. Есть еще какие-нибудь такие лайфхаки, которые могут упростить жизнь компании? Ну есть сервисы Spark, которые подключены к 1С. Опять же наверняка все про них знают. Можно сделать то же самое на их базе. Эльба есть, которая действует примерно таким же образом. Я слышал, что существует валидатор. Опять же, в рамках этого кейса мы не рассматривали, но в случае, если мы говорим про физических лиц, существует валидатор паспортов. Он каким-то определенным образом высчитывает, насколько, какие цифры, короче, могут быть в паспорте по контрольной сумме, и нельзя просто отбалдить туда сумму, цифры занести. И я точно так же слышал про валидатор ИНН, который тоже определенным образом считает, я не знаю, хэш-сумму он считает еще каким-то образом. И просто отбалдить сумму нельзя нанести. Если ты ошибся в цифре ИНН, он знает, что это неправильный ИНН, хотя базы ИНН у него нет. А еще говорят, что можно использовать базы скоринга банковские, но мы не пробовали. Вы тоже не пробовали? Я думаю, они закрыты. Но такие вещи тоже есть. То есть интеграция – это здорово. Появились вопросы у вас? Тогда смотрите, через 10 минут, это будет 5 часов, в большом зале будет Андрей Астанин и его выступление последнее на сегодня. Спасибо. Спасибо, Василий. Спасибо.